Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Руфь. И сегодня мы будем читать третью главу этой книги. И мы читаем. «И сказала ей Найминь, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было?» Найминь не хочет злоупотреблять заботой Руфи, своей невестки. Найминь – заботливая свекровь, которая понимает, что она не может вечной обузой висеть на своей невестке, счастье которой, как вдовы, это создать новую семью, рождать детей и наслаждаться общением с мужем. Поэтому она так говорит, потому что эгоизм – это очень опасное такое явление, когда мы подсаживаемся на чью-то помощь, на какое-то иждивенчество и думаем только о том, что выгодно для нас. Качественные мини этой прекрасной женщины, приятной женщины, как переводится ее имя, это были духовные качества, поэтому она готова остаться одна в полном одиночестве, только бы вот эта молодая красивая Руфь, которая рядом с нею, она бы обрела для себя счастье. Поэтому она так и говорит, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было. И в то же время она понимает, что есть сродник Ваос, и зачем ей искать счастье на стороне с какими-нибудь юнцами, когда есть человек зрелый, в возрасте, религиозный, лидер своего семейства. И она говорит, вот Ваос, со служанками которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. «Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь, он скажет тебе, что тебе делать». Конечно, это может выглядеть для нас как некое такое сводничество, но на самом деле это не так, потому что закон Божий повелевал, что если умирает мужчина, и у него нету потомства, то его брат по закону ливератного брака он должен был взять за себя вдову, чтобы продолжить семя брата. Поэтому это было все тогда вполне законно. Конечно, в нашей христианской ситуации это правило уже не действует, не работает. Насколько я знаю, и у евреев уже это давно не работает, это ушло в прошлое, но тогда это было очень важно. Почему очень важно было соблюдать это правило? Во-первых, посмотрите истолкование святых отцов на родословие Иисуса Христа. Они там тоже обнаруживают ливератный брак, который был заключен подобным образом. Вот в случае с Руфь и еще другой, ближе к Иосифу, обручнику, деве Марии. Ко временам, собственно говоря, самой Марии. Поэтому с точки зрения закона Божия, да, это тогда допускалось, но опять же, скажем так, только потому, что закон Божий устанавливал это правило, оно являлось богочестивым деянием. Руфь сказала ей, сделай все, что ты сказала мне. Но давайте вспомним, что Руфь символизирует собою церковь у веровших из язычников. Значит, Нейминь символизирует собою церковь ветхозаветную у веровших во Христа из еврейского народа. И действительно, первыми на проповедь выходят апостолы, все они были лицами еврейской национальности, но они обращают многие племена и народы в истинную веру и делают их новым Израилем. Поэтому Ваос здесь символ Христа, жениха. Руфь — это символ церкви, состоящей из язычников. Нейминь — это образ ветхозаветных пророков, апостолов Иисуса Христа, тех людей, которые составляли книги Ветхого и Нового Завета, способствуя обращению всей Вселенной. А потом, смотрите, встреча между Руфь и Ваозом должна произойти на Гумне, где сеют зерно, молотят зерно, выбивают его. А зерно — это символ Слова Божия. Помните притчу Иисуса Христа, где вышел сеятель сеять. Сеять доброе, разумное, нести людям познание Евангелия. Но одно упало на каменистую почву, другое упало среди терниев, а что-то упало на добрую почву. Вот Руфь — это добрая почва. Руфь — это великая душа, прабабка царя Давида, праматерь Господа Иисуса Христа. Она, проявляя смирение, покорность своей крови, поступает очень разумно. Разумно поступают и те христиане, которые руководствуются и законом Божьим. Мы изучаем Ветхий Завет и, конечно же, евангельским откровением. Потому что в чем разница между Ветхим и Новым Заветом, как я часто объясняю, Ветхий Завет — это закон Божий, который рассказывает нам о том, что Бог хочет от нас. А Новый Завет, Евангелие, рассказывает нам о том, что Бог сделал для нас. Конечно, это несоизмеримые вещи. То, что мы можем сделать для Бога и то, что Он сделал для нас. Поэтому Златоуста говорит, как небо отстоит выше земли, так и Новый Завет выше Ветхого Завета. Но если мы спасаемся благодатью, это не значит, что мы не должны исполнять закон Божий, следовать заповедям, уставам Господням в чистоте и святости. Сам Христос, когда Его спросили, какие заповеди исполнять, Он указывал на вечный деколог, не убивай, не прелюбодействуй, почитай отца и мать и так далее. И мы посмотрим, какие есть истолкования на прочитанный отрывок. Прежде всего, Феодорит Кирский, это его работа, называется «Вопросы на книгу Руфи». Он пишет, «Руфь, услышав слова свекрови о том, что этот муж близок к ним и есть один из их ближайших родственников, вспомнила о том, с каким большим уважением он отнесся к ней, то есть когда она приходила подбирать за жнецами, между снопами, и помыслила о Ваозе, потому что желала сочетаться по закону с родственником мужа, чтобы сохранить память об умершем». То есть это делалось, чтобы семя умершего, оно не пропало. Наимень, услышав эти слова, подсказывает ей лечь у ног Ваоза, но не для того, чтобы отдать ему свою красоту, ибо слова «видение» свидетельствуют об обратном, «таким образом она положилась на целомудрие и праведность этого мужа», то есть Ваоза. И события подтвердили эти слова. То есть действительно, Наимень, она не бездумно действует, вот так взять и невестку свою отправить, там лечь рядом, пусть даже с родственником. Она понимает, что Ваоз – это праведник своего времени, очень благочестивый и целомудренный человек. И мы читаем далее. «И пошла на гумно, то есть Руфь пошла на гумно, и сделала все так, как приказала ей свекровь ее. Ваоз наелся и напился, и развеселел сердце свое, и пошел и лег спать подли скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. В полночь, мы прочитали. В полночь все жених грядет в полуночи». Видите, как разные темы, они перекликаются между Ветхим и Новым Заветом, потому что Ветхим Завет является образом или иконой событий новозаветных. «В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина, и сказал ей Ваоз, кто ты? Она сказала, я Руфь, раба твоя, простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». А мы уже выше-то с вами читали, друзья, о том, что, придя к народу Божию, она, Руфь, оказалась под крыльями Божьей защиты. Поэтому здесь Ваоз символизирует и божественное попечение, а Руфь является символом Христа жениха, как Руфь является символом церкви невесты, уверовавших из язычников. Ваоз сказал, «Благословена ты от Господа, Бога, дочь моя, это последнее твое доброе дело, сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых». Конечно, будучи молодой, Руфь могла бы стремиться к молодым людям, но молодость легкомысленна. Общение с молодыми могло нанести только ущерб, и ей нужен был такой рассудительный человек, именно как Ваоз. Феодорит Кирский пишет, «Ваоз похвалил содеянное и не изменил целомудрию, но по закону воздержался от брачной связи, хотя он имел право на нее, но он должен был убедиться, что нету более близкого родственника, потому что в либератный брак вступал самый близкий родственник». И Феодорит пишет, «Своим поступком, приводит слова Ваоза, «ты доказала, говорит, что поступила так не от порабощения страстью, ибо ты могла бы прийти к молодым людям, не помышляя ни о богатстве, ни о бедности, но только о наслаждении и удовольствии, но ты пришла к мужу, который годится тебе в отцы». Таким образом, мы видим, что Ваоз — это целомудренный человек, и не обманулись в нем ни Наиминь, ни Руфь, это были такие символические действия. И есть еще один комментарий, это древнехристианский комментарий, анонимный, в том смысле, что автор его неизвестен, но этот комментарий присутствует в сборнике «Глосс на книгу Руфи», то есть «Слов на книгу Руфи», и мы читаем, «Если бы Руфь не была вдохновлена Богом, она не сказала бы того, что сказала, и не сделала бы то, что сделала, что похвально в ней прежде всего. Любовь к народу Израиля или послушание, или вера, она желала иметь сыновей от семени Израиля и стала одной из израилетян». И простота достойна хвалы, потому что она добровольно пришла лечь у ног Ваоза. Она не боялась ни того, что он отвергнет ее, как праведный муж отвергает похотливую женщину, ни того, что обманет ее, ни того, что, и это самое худшее, что обманув, отвергнет, как поступают многие мужи. Но, послушно следуя намерениям свекрови, она искренне верила, что Бог устроит ее дело, зная, что в мыслях ее, ибо не похоть вела ее, а вдохновляла скорее набожность. Действительно, Руфь – это удивительный сосуд смирения. И далее этот древнехристианский комментатор пишет, что же похвально Ваозе – смиренность, целомудренность, набожность. Действительно, смиренность и целомудренность, потому что он не коснулся ее, как это сделал бы муж похотливый, ночью никто не видит у его ног, но и не отверг ее, как муж праведный, отверг бы похотливую жену. Как только он услышал ее слова о законе, он тут же связал ее поступок с набожностью. Таким образом, братья и сестры, нам важно выучить этот урок. Бог судит не наши поступки, он судит наше намерение. Потому что, если человек имеет намерение что-то сделать, потому что так это написано в Евангелии, так это написано у пророков, и кто-то со стороны может как бы не понять ход этих действий. Но так же может получиться, что человек имел доброе намерение, но не очень по-доброму все получилось. Все-таки Бог судит намерение, потому что оно значит много. И смотрите, что мы находим далее. Она, как ее хвалит Ваос, не искала молодых людей, А что такое молодые люди? Это молодые новые учения всякие. Есть люди, которые увлекаются всякими новыми сектами, новыми учениями, всякими новинами, всяким там обновленчеством каким-то. А в Писании сказано иначе. Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему. И Бог в Писании в пророческих образах иногда предстает, как ветхие днями. Поэтому Ваос – это символ божественного всезнания, всеведения в данной ситуации. А руфь – символ языческих народов, которые прилегли поближе к благодати у этих скирдов с хлебом. Как сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому зерно, оно символизирует и чменя, и пшеница, слово Божие. И не надо увлекаться какими-то ветроучениями. Посмотрите, кто в основном в сектах? Молодые люди. Почему? Потому что им не хватает опытности, вдумчивости, они слишком легковерны. И Ваос продолжает. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. А что это за фраза? У всех ворот народа моего знают. А что там такое у ворот? Ворота любого селения и города в то время – это место, где сидели судьи, самые авторитетные в Писании люди. Помните, как в Пятикниже Моисея сказано, если родители имеют непутевого ребенка, он мод, грабитель, они должны привести его к воротам города, к судьям. То есть репутация Руфи – это репутация женщины добродетельной. И он продолжает. Хотя и правда, что я родственник, то есть, но есть еще родственник ближе меня. То есть он благодарит ее, что она не искала молодых людей, вот пришла к нему, предлагает союз с ним заключить, несмотря на его возраст. Он как бы годится ей в отцы, но он человек рассудительный. Он понимает, что есть родственник, который ближе, значительно ближе к ней. И он говорит, как бы резюмирует, переночуй эту ночь, завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра. Вы видите, у него есть подозрения по поводу этого близкого родственника. Потому что этот мужчина, как мы увидим из следующей беседы, был немножко не такой, как бы не совсем и мужчина. Но об этом будем говорить, исследуя четвертую главу. Итак, он успокаивает ее словами «Жив Господь, спи до утра, и спала она у ног его до утра». Языческие народы действительно спали до утра. А утро, это когда солнце правды взошло, Христос явился в этот мир. И в окончании своей миссии, перед Вознесением, он говорит апостолам, идите, проповедуйте всем племенам, народам, языкам, то есть будите их от этой спячки, ибо солнце Нового Завета, Евангелие уже взошло. «И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга». А вот эта деталь, чему нас может научить, она нас научает тому, что самое благоприятное время для молитвы это предрассветное время. В Библии сказано, Бог каждое утро обновляет свои благословения. То есть она молитвенно переживала эту ситуацию. «И сказал Ваос, пусть не знают, что женщина приходила на гумно». Он говорит своим слугам. «И сказал ей, подай верхнюю одежду, которая на тебе, поддержи ее». Она держала, то есть что значит подай одежду, она не сняла с себя одежду, то есть она подняла подол, и он отмерил ей в этот подол шесть мер ячменя и положил на нее и пошел в город. А Руфь пришла к свекрови своей, та сказала ей, что дочь моя? Она же волновалась, наименее. Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот, и сказала ей, эти шесть мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Шесть мер ячменя, это число шесть, здесь означает деятельный период жизни человека, шесть дней работы и делай обычные дела свои, а потом уже наступает брак, время успокоения, а седьмой день к Господу. И когда происходит встреча языческих народов со Христом, в нем они упокоиваются. Но Бог заботился о них и тогда, когда они были в стране далече, ведь Бог кормит всех людей, питает, оберегает, одевает, проявляет заботу не только о людях, но и о цветах полевых, и о птицах небесных. Поэтому вот это число, шесть мер ячменя, может указывать на то, что Господь думает о всех, потому что действия, призывающие благодати, распространяются на весь род человеческий. Вообще о Боге сказано, как я часто люблю повторять, эти слова из Писания, что мы им живем, движемся и существуем. Не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Это можно понять и немножко иначе. Свекровь на имени символизирует Ветхий Завет, Руфь уже Новый Завет. И если мы идем к еврейскому народу, мы не должны идти с пустыми руками. То есть мы должны нести им свет Евангелия, чтобы эти зерна евангельского благовестования упали бы и на их почву. Может быть, там каменистая почва, может быть, там тернии всяких их заблуждений, но можно найти и добрую почву, и тогда будет урожай. К любому человеку надо приходить не с пустыми руками. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело. То есть Наиминь предлагает подождать, и Руфь в этом тоже убеждена. Такой человек, праведный человек, начав что-либо, он доводит дело до конца. Поэтому и сказано, не останется в покое, не кончив всего дела. И великим благословением для многих христиан является наш библейский портал, Экзегет, на котором мы осуществляем намерение создателей портала прокомментировать все главы книг Ветхого и Нового Завета. И я надеюсь, что, вступив на эту стезю, мы доведем этот процесс до конца. Продолжение следует...